Здравствуйте! Саша сейчас к нам придет. Да, привет! Привет! Мы все уже тут знакомы, но давайте еще раз друг с другом познакомимся, да? Друг с другом познакомимся. Так, я Юля. Юля. А ты кто? А кто ты? Как зовут тебя? Алена. Алена, да? Алена и мама Марина, да? Как тебя зовут? Расскажи. Девочка. Девочка. А как тебя зовут? Алиса. Алиса. И мама с тобой, да? А как зовут маму? Лоя. Так, и тут у нас... Привет, привет! Смотрите, кто это тут у нас? Привет, Саша! Привет, Саша! Я Юля. А тебя как зовут? А ты? Саша. Саша, да. И мама Женя. Как тебя зовут? Расскажи. Вася. Вася. А как маму зовут? Пять. Пять. А? Тебе пять, да. Это Вася и мама Таня, да? Хорошо. И я Юля. Мы сегодня будем читать с вами книжку. Но мы сначала посмотрим. Вы сейчас ко мне приехали, да? Все, ребят, приехали. На машине или нет? На машине. Нет, не на машине. На метро? На метро ехали, да? На метро ехали. На метро приехали. А там, на улице, за окошком... За окошком там холодно или жарко? Жарко. Жарко. А Лёне жарко было. У неё тёплый свитер. Да. Да. Алис, а тебе было холодно или жарко? Холодно. Холодно. И дождик капал? Дождик был, да? Угу. Вася, а тебе было холодно или жарко? Жарко. Жарко? Да. Ну вот так, здорово как. Павел. Всё. Включаю. Мы сейчас посмотрим, как на улице. Вот там, на улице. Вот так? Снег. Снег? Там, на улице. Вот там, за окошком. Так? Нет, не так. А может быть, вот так? Да. Да? Похоже. Или цветочки? Да. Там цветочки есть такие? Да. И цветочки есть. Угу. Или, может, вот это больше похоже? Да. Вот так больше, да, похоже? Листочки жёлтые, да? Листочки жёлтые. Ветер дует? Да. Листочки жёлтые. Падают? Падают листочки? Падают. Вот как они падают? Вот так? Падают. Да, листочки? Падают. Да. Много было, и они все упали. А ветер дует? Как ветер дует? Вот так. Куда ветер дует? Вот так дует-дует ветер. Точно. А на улице птички были? Птички были? Птички были, да? А какие? Вот такую птичку видели? Да. 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 Знаете, кто это? Голубь. Да, Алис. Вась, знаешь, кто это? Кто? Как называется птичка? Голубь. Да, голубь. Знаете, у меня тоже голубь есть. Сейчас я вам покажу. У меня вот такой голубь. Голубь. Похож? А давайте послушаем, как он говорит. Ку-ку? Не знаю, сейчас посмотрим, послушаем. А он говорит вот так. Так вот говорит. Да. У-у-у. Да? Вот так как-то. Ага. Курлыкает. Угу. Голубь. Угу. Вась, слышишь? Слышишь? Вот как он разговаривает с нами, да? Такую песенку поет. А давайте голубь будет сидеть у Алены. На. Голубь у Алены. Так. Да. А, ребят, а вот такую птичку видели? Голубь. Это кто? Да. Ворона. Ворона, точно, ворона. Ворона. Смотрите, ворона большая, да? А есть маленькая. А голубь поменьше. У вороны клюв длинный, большой, да? Клюв длинный, большой. А у голубя какой? Маленький, маленький, да? Угу. Точно. А ворона у меня есть? Давайте-ка посмотрим. О, ворона. Ворона. И ворона моя, она каркает. Послушаем. Слышишь? Ворона каркает. Кар, кар. Да, кар, кар. Вот так каркает. Каркает. Ой. Слушаем, слушаем сейчас. Ворона. Кар, кар. Кар. Вась, ворона что делает? Каркает, да? Каркает. Угу. Кар, кар, кар. Вот так. Давайте, ворона пойдет. Давайте, пойдет к Саше. Большая такая ворона. Сейчас прилетит. А это кто? Маленький. Маленький. Видели? Видели такую птичку, да? Видели? Смотри, маленький-маленький. Воробей. Да, воробей. Вот у меня воробей. Воробей. Угу. А еще у него есть подружка, вот такая синичка. Тоже маленькая. Вот это, да, хорошо. Давайте послушаем, как воробей чирикает, да? Он чирикает. Ален. Алена. Смотри. Воробей и синичка. Они маленькие-маленькие, да? И они чирикают. Тихо-тихо. Так. Пик-пик-пик. Чик-чирик. Да? Чик-чирик. Давайте послушаем, как они чирикают. Сейчас, секундочку. Вот так. Чик-чирик, чик-чирик. Давай, Алисе. Воробей летит, да? Акваси. Синичка. Держи. Вот какие. А еще, смотрите, есть вот такая птичка. Посмотрите. Какая. Видели такую птичку? Видели такую? Смотрите, какая красивая. У нее хвост. Смотрите, вот такой, да? У вороны. Ребят, Алис, смотри. У вороны. Вот такой хвост. Да? Одно перышко. А тут, смотрите, два, два перышка. Вот так. Оп. Хвостик такой, да? У меня тоже есть такая птичка. Смотрите. Вот она, видите? Раз, два. Один, два. Два перышка. А еще у меня есть вот такая, вот такая вот ласточка. Это птичка? Да. Вот такая красивая птичка-ласточка. Давайте, ласточка полетит, и мы будем с ней знакомиться. Это птичка-ласточка. Да? Вась, повтори. Как называется птичка? Ласточка. 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 Угу. Саша. Ласточка. Да? Птичка-ласточка. Саша просто впитывает пока. Угу. Девчонки, как эта птичка называется? Алис, давай запомним. Ласточка? Ласточка. 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 Да. И мы будем про нее читать книжку. Смотрите. Вот она у меня тут. Вот эта птичка тут. Ласточка. Угу. Да? Это она. Такая же. Ее тут будут звать, ее будут звать Чика. Так зовут. Чика. Угу. Хорошо. А давайте посмотрим, что она ест. Что кушает? Голубь. Смотрите. Голуби. У кого голубь? У кого? А. У Алены голубь. Голубь. Что кушает голубь? Посмотрите. Что он ест? Она кушает. Хлеб. Хлеб, да. Хлеб кушает. Угу. А ворона что ест? Хлеб. Хлеб, да, Вась, точно. Хлеб. Тоже хлеб. А воробушки? Смотрите, что они кушают. Что едят? Семечки. Семечки, точно. А? А ласточка? Ласточка ест хлеб? Фу, я не буду хлеб. Она не любит хлеб. Фу, как она говорит? Фу, я не люблю хлеб. Хлеб. Хочешь хлеб, ласточка? А ласточка что? Фу, не люблю хлеб. А семечки будет? Фу, нет, не буду. Фу, не буду. А что она ест? Мошек. Да, правильно, мошек. Смотрите. Видите? Ласточка, ласточка поймала муху или комара, да, вон там. Она ловит вот так, да. Она, ласточка, не любит хлеб, не ест, не любит семечки. А любит вот мух, комаров, да? А знаете, мы сейчас с вами поиграем. Будем играть? Играть будем. У вас есть вот такие листочки. Смотрите, какие листочки есть. Держи. Держи, Вася. И есть вот такие камушки. Мы сейчас будем слушать. Слушать? Если услышишь, что летит комар, если услышите, что комар летит и пищит, нужно его поймать вот так вот и закрыть камушком. А если кто-то другой, то нет. Давайте попробуем. Давайте сначала послушаем. Комара. Смотрите, какой комар. Слышишь? Вот. Комар, комар. Мы сейчас посмотрим сначала. Слышишь? Вот так пищит, да? Комар летит, пищит? Послушайте. Алиса, комар летит. Ален, комар летит. Хорошо. Запомнили? Запомнили, как комар пищит? Давайте теперь будем слушать. Услышите, что летит комар? Сразу оп, и закрывайте его. Ладно, камушком. Давайте поиграем. Слушайте. Слушайте, слушайте. Закрывай, комарика. Класс, молодцы. Возьмите еще камушек. Возьмите. Слушайте внимательно. Слушайте. Нет, это не комар. Слушайте. Кошка. Мяу, да, мяу, точно. Кошка. Слышал, Вась? Кто там? Что было? Мяу. Кошка, да? Так, давайте послушаем сейчас внимательно. Слушайте. Пищит, пищит, пищит. Лови, лови. Скорей, лови. Вот молодец. Молодец. Маленький, комарик. Слушайте еще. Слышишь? Саша, молодец, услышал. Лови, лови. Скорей, лови, комарика, скорей. Вот этого. Ага. Слушайте, слушайте, да. Комарика, придавили, да? Так, тихо, тихо, слушайте. Слышите. Какие внимательные ребята у нас сегодня. Слушайте. Лови. Комари, клади скорее. Саша. Саша. Классно. Слышите. 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 Возьмите камушек, слушайте еще. Еще. Там кто-то пищит, как комарик. Молодец, молодец. Лови, Ален. Комар. Лови комара. Берите еще камушек. Слушайте. Слушайте. Да, скорая помощь. Алиса, это что было? Скорая. Скорая. Да, правда, скорая. Так. Слушайте. Слушайте. Ну, все узнали. Слушайте. Лошадка. Лошадка. Летит, 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 ага, так, ага, слушайте еще, слушайте внимательно. Это слышно? Слышно? Был комарик? Вася всех поймал, все, всех, да, вы не успели, но давайте еще раз, еще нам надо одного комарик. Лови, скорей комарик! Ура, всех комаров поймали, и ласточка покушает, да, будет кушать комариков. Вот так, молодцы, давайте, ласточка съест всех комариков, да, съест, а мы можем убрать пока камушки, чтобы они нас не отвлекали. Посмотрите, вот осень, да, деревья желтые стоят, желтые такие, холодно на улице становится, да, и птички, вот такие ласточки, они улетают, они говорят, фу, тут так холодно, мы полетим. Смотрите, куда, куда? Оп! На море! Смотрите, тут холодно-холодно, да, а тут? Хорошо, тепло, классно! А давайте посмотрим, у вас есть вот такие картинки, покажите, ребят, вот есть у вас картинка, где так? Вот где так? Осень, молодец, ага, Вась, да, осень, вот так, да, осень, вот так, Алис, смотри, вот так, да, и у тебя. Ага, а есть картинка, где так? Лето, жарко, есть у тебя такая картинка, смотри, вот так, есть, ага, да, 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 вот так. Так, улетают ласточки, да, осенью, улетают туда, в теплые края, а давайте мы посмотрим теперь книжку, вот эту книжку посмотрим. Тут был бельчонок, белочка, маленькая белочка, да, вот такая, и он подружился с ласточкой, называется книжка «Я буду ждать тебя всегда». Вот так называется, тут написано, да, как-то? Смотрите. Бельчонок собирал орешки, вот такие вот орешки он собирал, вкусные-вкусные орешки, да, вкусные-вкусные орешки собирал. И собирал, и носил к себе в гнездышко. И тут он услышал, что там кто-то плачет, плачет, да. Как плачет, покажите. Вот так плачет, вот так горько плачет кто-то, да. Вась, плачет как? Плачет. Вот так, Вась, да. Смотрите, кто плачет. Плачет птичка, вот такая ласточка плачет. Почему плачет? Она сломала крылышко, крылышко болит. Да, смотрите, у ласточки крылышко, она его, оп, сломала, сломала, болит. Бельчонок спрашивает, что случилось? А ласточка говорит, болит крылышко, болит. Вась, что ласточка говорит? Болит. Болит крылышко, да, болит крылышко. А Бельчонок говорит, смотрите, пойдем ко мне, пойдем ко мне жить. Да, пойдем ко мне. Что он говорит? Пойдем со мной, да. Алена, Ален, смотри, он говорит, пойдем со мной. Идем, да, идем со мной. И смотрите, в домик пришли, да, это дом Белочки. И Бельчонок говорит, что он тут говорит? Садись на мою кроватку, на мою подушку, оставайся тут, оставайся тут. На подушку, сиди, спи, будем жить вместе. А, кстати, посмотрите, тут вот ласточка, она веселая или грустная вот такая? Да, Вась, вот такая грустная, да, Алис, грустная, грустная. Наступила зима. Посмотрите, снег, холодно-холодно. Покажите на ваших картинках. Вот здесь как? Как? Вот там, как, Вась? Вот так, зима. Алис, посмотри, вот там, как? Вот так, зима. Да, зима, да, вот так. Ален, как там? Да, вот такая. Хорошо, разобрались, что здесь зима и холодно, а в домике тепло, хорошо, да? Смотри, как там тепло, хорошо. Ласточка веселая, и Белочка тоже веселая, да, улыбается. Алиса, улыбается, да, Алиса? Да, наступило лето. Смотрите, все зеленое, как красиво. А у вас есть лето? Вась, найди такую же картинку у тебя. Там как? Вот там как? Так? Или так? Или так? Вот так? Или так? Так? Зеленые, да, листочки зеленые. Тепло, смотри, какие веселые, они играют. Помните, у ласточки болела крылышка, да? А тут болит? Нет, уже не болит, все хорошо, правда? И она учится летать. Бельтенок увидел там мама, папа ласточки. Все-все летают. А ласточка сказала, я хочу туда, да? Я хочу туда, к ним, к маме, к папе тоже летать. Да, там мама, папа, видишь? Ален, да? Что сказала ласточка? Вась, что ласточка сказала? Я хочу туда. Правильно, я хочу туда. Алис, что сказала ласточка? Маме сказала, я хочу туда. Хочу туда, да, вот так она и сказала. А Бельтенок, смотрите, грустный такой уже, да? Он с ней дружит? Он говорит, не улетай, не надо, не надо улетать. Я хочу к маме, и все. Они обнялись крепко-крепко. Как они обнялись? Давайте обнимем маму. Маму так можно обнять? Крепко-крепко. Вот так. Маму, да. Я говорю, пока, я буду скучать. Вот так можешь маму, Вася, обнять? Ну, нет. Да, я буду скучать. Прилетай потом еще. Да, прилетай. Остался Бельчонок один. Бельчонок остался совсем один. Один остался. А ласточка? Улетела далеко. Улетела. Наступила, снова наступила зима. Да, снова наступила зима. Да, зима. Да, зима. Да, зима. Он, смотрите, какой веселый или грустный? Грустный. А почему он грустный? Почему? Он скучает по волосам. Скучает. Да, по ласточке скучает, конечно. Грустный. Один. Один сидит. Смотрите, листочки появились, да? Листочки появились. А у вас есть такая картинка, где маленькие зеленые листочки? Нет? Ага. Да, нашли. Маленькие зеленые листочки. И они услышали что-то. Что-то они услышали. Сейчас мы тоже послушаем. Что же они услышали? Ребята, слышите? Слышите? Слышишь? Кто это? Послушаем еще. Крышка. Крышка. Ага. Алена нашла? Смотрите, смотрите, кто? Смотрите, какие у него бивни. Такие бивни, зубы, да? Это свинка? Хрюшка? Чуть-чуть похоже, да? У нее тоже пистачок. Это, ребят, кабан. Это кабан. Кабан прибежал. Он говорит, там прилетела ласточка. Ласточка прилетела. Прилетела ласточка, он говорит. Кто? Ура, смотрите, прилетела, прилетела. Ласточка прилетела. Ура, все радуются, смотри, ласточка прилетела. Давайте танцевать, да? Ура, как здорово. А давайте мы попробуем с вами сейчас показать героев этой сказки. Давайте попробуем поиграть так. Мы так уже играли. Кто первый? Алиса, давай ты. Ты уже знаешь. Ты была божьей коровкой. Это кто у тебя? У меня прятка. Прятка. А, понятно. Иди сюда. А покажи, пожалуйста. Знаешь, кого? Покажи. Вот такую. Как она? Покажи, как она летает. Иди сюда, Алиса. Алиса, покажи, как летает. Покажи, как летает. Смотри, как летает, летает. Это? Смотри, Алиса показывает. Сейчас покажу. Алиса показывает ласточку. Вот такую, смотрите. Ласточка. А давайте все покажем ласточку теперь, да? Ребят, вставайте, вставайте. Будем летать. Вставайте. Немножко отдохнем сейчас. Летает, летает. Давайте. Ален, Алис, идите сюда. Давайте летать, как ласточка. Вот так летать. Быстро, быстро, быстро. Вот там можно побегать. Ага. Вот так. Отлично. Стоп, стоп, стоп. А теперь будем прыгать. Будем прыгать. Смотрите, как прыгать будем. Прыгать будем, как белочка. Белка, прыг. Как она прыгает? Белка, прыг, 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 прыг. Как белочка прыгает? Прыг. Вася, да. Саша прыгает, как белочка. Алис, как белочка прыгает? Высоко, высоко, высоко. Ребята, а покажите, пожалуйста, как кабан у нас хрюкает. А как, Ален, как кабан хрюкает? Кабан, как он делает? Как кабан хрюкает? Ой, как кабан хрюкает? Как он хрюкает? Алис, покажи. Вот как кабан хрюкает. Здорово. Так, а давайте теперь, покажи, как кабан хрюкает. Кабан тоже хрюкает, да, здорово. А теперь давайте послушаем, послушаем, кто там у вас из птичек вас зовет. Слушайте, вас сейчас будут птички звать. Иди садись за столик. Иди садись к маме. Где птички? Где наши птички? У Алены голубь, да? У Алены голубь. У Алисы. А где твой воробей? Вот воробей. У Саши ворона, а у Васи синичка. Давайте слушать. Слушать. Если услышите, что ваша птичка говорит, можно с птичкой вот так побежать, побежать, а птичка полетит. Хорошо? Вася, слушай. Слушай, какая птичка. Слушайте, чья птичка полетит. Помогай, помогай птичке лететь. Помогай, помогай птичке лететь. Да. Не побежит Саша, да, посидит. Хорошо. Слушайте еще. Какая-то птичка. Вот так. Ну, хорошо. А это чьи птички? Высоко-высоко летает птичка, да? Высоко-высоко. А она полетит? Полетит? Вася, птичка полетит? Пусть птичка полетит по кругу. Помоги птичке по кругу пролететь. Давай. Полетит, полетит. Давай. Осторожно. Давай, летит. Полетела, 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 полетела. Вот они, две маленькие птички. Вот они. Все, тихо. Птички сидят. Птички сидят. Сидят птички. Садись к маме. Птичка там сидит, да? Там гнездышко. Ага. А теперь сейчас. Смотрите. А это что? Это что? Орешки. Орешки, да? Орешки. У белочки орешек? Орешек. А давайте теперь орешки заберем себе. И будем слушать потом вместе с этими орешками. Вась, иди сюда. Иди сюда. Сейчас мы по очереди будем забирать. Покажи мне, как белочка прыгает. Как прыгает белочка? Ну как она прыгает? По веточкам. Прыг, 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 прыг. И орешки собирает. Держи. На, держи. Неси, белочка, орешки к себе на стол. Саша, иди сюда, иди, иди, иди. Прыг, 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 как белочка, да? Держи. А прыг? Прыг, как прыгает. Прыг, 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 прыг. А тут белочка где? Вот она, да? А орешки где? Вот они, да? Держи. Прыг, 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 прыг. Вот так. Алиса, белочка, Алиса, белочка, иди сюда. Как прыгает белочка вот тут? Прыг, 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 прыг. А что она собирает? Что она собирает? Орешки. Алис, ты белочка? А что у тебя вот тут? Смотри. Что это? Ты на чем стоишь? На веточке? На дереве? Понятно. Если белочка, то на дереве. Это орешки. Орешек тут и тут у нас, да? Давай, оп, соберем орешки тебе. Держи. Неси, мамочки, орешки. Прыг-прыг, белочка пошла, да? И Алена тоже белочка. Пойдем сюда. Бегом-бегом-бегом. Как белочка прыгает? Прыг-прыг-прыг-прыг. Держи. Ой. Держи. Вот так. И неси. Смотри, тут и тут, да? Одинаковые. Тут и тут. Все одинаково. Неси. Неси, неси. Маме, да? Маме неси. А сейчас у нас будет серьезная слуховая работа. Мы возьмем картинки. Вот эти, которые у вас есть. Там три листочка. Их можно положить на стол. Прямо перед вами, чтобы было хорошо-хорошо видно. А все орешки, все стеклышки можно сложить в тазик. Давай, надо вот это сюда сложить. И орешки тоже, да? А орешки тоже, да? А орешки тоже, да? Угу. Сюда и давай, все положить. Да, все можно положить. Чуть-чуть, чуть-чуть туда положи. Да. Положи прямо тоже. Нужно, чтобы все картинки были хорошо видны. И мы сейчас послушаем. Я открою книжку. Смотрите, у нас одинаково, да? Белочка бежит. Давайте возьмем орешек, и я вам скажу. Вот послушаем, да? Послушаем. Слушайте, что я скажу. Белочка бежит. У вас есть такая картинка, где белочка бежит? Есть такая? Смотри, смотри, ищи, Алиса. Да, вот такая есть. Угу. Угу. Так. Сейчас еще покажу картинку. Только я сначала скажу, а потом покажу, ладно? Возьмите орешек вот так и слушайте внимательно, потом найдете картинку. Садись на мою кроватку, на мою подушку. Есть такая картинка? Садись на мою кроватку, на мою подушку. Есть такая? Садись на мою кроватку. Садись на мою кроватку. Проверяем? Проверяем? Проверяй, смотри. Алис, проверяем? Садись на мою кроватку. На мою подушку. На мою подушку. Вельчонок сказал, да? Ага. Вот кровать. Вот кровать. Так, давайте посмотрим еще. Слушайте. Алена, Ален, слушай. Алиса, Саша и Вася, слушайте. Я хочу к маме, я хочу к папе. Я хочу к маме, я хочу к папе. Ага, Вася нашел. Алис, нашел. Хочу к маме, там мама, там папа. Ищи, ищи. Проверяем. Проверяем. Смотрите. Одинаково? Одинаково, да, да, да. Так, сейчас еще посмотрю. У меня болит крылышко. У меня болит крылышко. Нашли? Проверяем. Проверяем. Ищи, ищи, Талиса. Вася нашел. Да, 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 классно, молодцы. Сейчас еще поищу, поищу, поищу картинку. Ребят, слушайте. Ребят, слушайте. У меня тут картинка. Бельчонок остался один. Бельчонок остался один. Бельчонок остался один. 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 Проверяем. Бельчонок остался один. Один. Грустный, да? Да. Угу. Так, сейчас еще послушаем. Берите еще орешек или камушек. Ура, ласточка прилетела, ура, ласточка прилетела. Ура, 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 ласточка прилетела, ура, ура, ласточка прилетела. Смотрим? Да, вот как, ура, ласточка прилетела, угу, так, посмотрим еще. Хорошо, слушайте, слушайте. Бельчонок и ласточка вместе пьют чай. Бельчонок и ласточка вместе пьют чай. На улице холодно, а в домике тепло. Бельчонок и ласточка вместе пьют чай. Бельчонок, проверяем, проверяем. Так, смотрим, правильно, ура, вот такая бельчонок и ласточка пьют чай. Чай, где они пьют чай. Угу, отлично. Так, что у нас тут еще осталось? Я буду летать, скоро я буду летать. У меня не болит крылышко, не болит крылышко. Все, у меня не болит крылышко больше. Все, не болит крылышко. Все, у меня не болит крылышко больше, я буду летать. Так, давайте посмотрим. Вот такая картинка. Все, крылышко больше не болит. Ура, да, не болит больше крылышко. Давайте последнюю картинку сейчас посмотрим. У меня тут такая картинка. Прибежал кабан, хрюкает, говорит. Там ласточка прилетела. Кабан прибежал, хрю, хрю, хрю. Там ласточка прилетела. Там ласточка прилетела. Посмотрим? Вот, кабан прибежал, хрюкает, хрюкает. Ласточка прилетела, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Вот так. А тут давайте вот эту картинку найдем. Это праздник. Все, праздник, да? И у меня тут тоже праздник. Ласточка прилетела. Тело, друзья, снова вместе, да? Друзья, снова вместе. Ура! Ребят, а давайте наших птичек тоже к своим друзьям сейчас принесем. Смотрите, у меня тут... У меня кто? У меня есть сова. У меня есть дятел. И ласточка. А у тебя кто? Воробей. Воробей, да? Воробей прилетел. Кто еще? Кто у нас еще есть? Еще есть синичка. Да? Синичка птичка. Угу. Кто еще есть? Есть еще голубь. Гуля, да? Гуля? Гуля, да. Ален. Гуля. Ну, хорошо. Смотрите, мы с вами картинки посмотрели, птичек послушали, да? И все? И мы сейчас пойдем отдыхать? Пойдем отдыхать и гулять? Да? А я скажу пару слов. Спасибо. Спасибо родителям. У нас сегодня такая группа очень разная по уровню слухового, речевого развития. Да, но по возрасту все достаточно близки. Вот, возраст от 3 до 4,5 лет, возраст активных сюжетных, сюжетно-ролевых игр и, естественно, сюжетов в книжке. То есть уже просто какие-то книжки с картинками не подойдут. Интересно, чтобы был какой-то сюжет. Вот. Много хороших новых книжек. Мне очень нравится именно новые книжки читать, новых авторов, потому что их очень много. Классных и с хорошими иллюстрациями. И тут важно, чтобы были картинки, понятные детям. И к каждому предложению, к каждому абзацу своя картинка. Вот эта книжка мне этим очень понравилась. Что еще? Текста здесь очень много. Не все дети потянут этот текст. Хотя содержание уже, например, и Алене может быть понятно, да? Ну, Алиске понятно, Васе понятно, Саше сложновато еще, но он самый маленький. Он учится пока слушать и просто другие задачи решает. Вот. Но если непонятно полностью все, что написано, можно рассказать своими словами. Да. Так, что еще хотела сказать? Какие способы работы вот с такими книжками, сюжетами, иллюстрациями? Это, конечно, демонстрация действия. Посмотри на картинку, покажи, что здесь нарисовано. Прям просто показать. Даже самый маленький ребенок, даже Саша, самый младший, да, он может посмотреть, он может показать, что здесь есть, что есть у меня. Покажи, как делает, как летает, как прыгает, да, что ест. Это первое. Второе. Понимание речи тоже можно отрабатывать. Сначала попросить ребенка показать, например, Бельчонок грустный, он остался совсем один. Покажи, как это. Ну, это уже после того, как прочтете. Ребенок показывает, вы соотноситесь с иллюстрацией. То есть не обязательно даже распечатывать. Либо можно сделать фотографии, мне очень нравится тоже, не очень энергозатратно, сделать фотографии на телефоне. И это, кстати, не обязательно вот с этой книжкой, с любыми книжками, даже с самыми первыми, это Сутиев, да, его книжки, сказки и картинки. Вы фотографируете и, например, даете ребенку книжку и говорите, покажи мне на картинке, кошка зашипела. Ну, например, да, капризная кошка. Вот у меня тут картинка, кошка зашипела, это как? Покажи. И ребенок просто выбирает соответствующую иллюстрацию. То есть удобно работать над пониманием речи. Потому что вот в нашей группе, например, и Алене полезная, и Вася, и Саше, всем, ну, и Алисе тоже, в принципе, над пониманием каких-то новых слов, новых фраз. Поэтому вот это очень удобный способ. Да, и последнее, сегодня у нас были вот эти картинки с временами года. Даже если ребенок еще не знаком с этими словами, да, еще совсем не тот уровень речевого развития. Например, Алена, Саша, они не могут еще сказать и описать признаки осени, но могут соотнести картинку. Вот это очень важно. Не ждать, пока ребенок научится говорить, и потом ему там объяснять. Вот это осень, птички улетают. А объяснить сейчас на доступном материале. Да, показать, соотнести. Пусть посмотрят, пусть соотнесут с картинкой. Сделать такие вот, ну, схемки, да. Их очень много в интернете, можно просто забить и распечатать. Потому что ребенок в три года, ребенок, который слышит с рождения, естественно, это все слышит, знает, и мы специально над этим не работаем. А когда ребенок в такой изоляции находится, в слуховой, и мы вроде бы другие задачи все время решаем, накапливаем, как это словарь, слуховой работой занимаемся, вот про общее развитие, про ознакомление с окружающим миром не надо забывать. И использовать сейчас очень много возможностей, ну, интернет, да, в первую очередь. Дать посмотреть, дать послушать, а как летает, что там ест, да, вот как сегодня тоже я показала. Это просто картинки из интернета. Вот этим обязательно надо пользоваться, чтобы расширять кругозор. Вот, я вам этого и желаю сегодня. Спасибо вам большое.